Я рад всех приветствовать. Спасибо, что пригласили. У меня такая тяжелая миссия выступить перед обедом. Кто тоже начинает думать о том, массаж, кофе, то, что только что объявили. Они будут работать во время обеда и во время других докладов, поэтому не торопитесь убегать. Я хотел с вами сегодня поговорить об интервью и как сделать так, чтобы по результатам интервью мы достигли такого результата вин-вин, когда и тот, кто пришел на собеседование, тот, кто его проводит, получил удовольствие, какое-то value по результату, даже если это интервью не закончилось приемом человека на работу. Почему именно я об этом рассказываю? Мой любимый слайд обо мне. Кто я такой? Что я делаю? Но последние примерно 7, может быть, 8 лет я занимаюсь проведением собеседований, именно технического интервью. Я проводил его в разных компаниях, и в аутсорсинговых компаниях, и в компаниях, которые работают на отечественного заказчика. И, как ни странно, несмотря на специфику различных проектов, в принципе, вопросы задаются по похожим темам. В рамках предыдущего доклада показывали, какие навыки у аналитиков востребованы. Все-таки есть какая-то корреляция, и компании хотят аналитика чего-то похожего. Вот об этом мы сегодня и поговорим. На этом слайде предельное определение. Что такое собеседование? Здесь говорится о собеседовании в целом, как о такой взаимной продаже. Компания продает себя соискателю, соискатель продает себя компании. Но если говорим про техническое интервью, здесь ситуация чуть другая. Здесь мы встречаемся не с потенциальным работодателем, а здесь мы встречаемся с его представителем. Мы встречаемся с экспертом. И, скорее всего, здесь идет продажа все-таки кандидата компании. Кандидат рассказывает, что он умеет. Он должен услышать, что компания от него хочет получить. Он должен с этими знаниями прийти на собеседование, и плюс по ходу он эти вопросы должен задать и прояснить. И какая цель? Цель познакомиться, понять, насколько человек этой вакансии подходит, а человек понимает, отвечает ли он тем требованиям, которые к нему предъявляются. Мы об этом будем чуть позже говорить. Если вдруг человек не подходит под эту вакансию, то какой он может получить value, какую ценность этого собеседования? Он может понять, а что ему нужно сделать для того, чтобы подойти в следующий раз. Тоже небольшой такой из личного опыта. Если вы приходите устраиваться в крупную компанию, вот в прошлом докладе озвучилась первая пятерка, может быть, первая десятка, и вы не подошли под конкретный проект, это не означает, что вы не подходите для компании в целом, потому что у каждого проекта есть своя специфика, есть свои требования. Не подошли на один проект. Узнайте, чего вам не хватило для этого проекта, и следующее собеседование может быть более результативным. Процесс приема человека на работу — это типичная воронка продаж. Первое действующее лицо — это рекрутер или хедхантер. У него задача какая? Как можно быстрее закрыть вакансию. Для этого он пытается в свой невод, в своей сети, как можно больше людей затащить и передать их по цепочке дальше. То есть он работает через количество. Но если мы говорим не о приеме топ-менеджеров, которые работают точечно, а о закрытии вакансий, бизнес-аналитика любого уровня, это с помощью большого потока. Следующее — это технический специалист. Это тот этап собеседования, о котором мы сегодня будем говорить. У него задача какая? Первое — минимизировать количество интервью, которое закончится безрезультатно. Для этого что он делает? Он смотрит резюме и принимает решение. Приглашаем человека или нет. То есть такая идет первичная фильтрация. Первое — минимизировать время на проведение бесполезных, условно говоря, собеседований, которые, скорее всего, закончатся отказом. Второе — это не пропустить ценного кандидата. Ну и есть еще такое желание, чтобы на следующий уровень менеджера-заказчика не прошли кандидаты, которые 100% не подойдут под нужды конкретного проекта. Принцип какой? Мне человек понравился, то есть человек, ты хороший, и в другой ситуации я бы тебя взял, но я знаю, что ты дальше не пройдешь, поэтому извини, тебе нужно сделать что-то. То есть не пропустить людей, которые 100% будут отсидны на следующих этапах, и разглядеть в человеке потенциально ценного сотрудника. Ну и теперь с чего все начинается? Все начинается с резюме. То есть вы отправляете резюме, и у вас есть сразу две задачи. Первая — чтобы вас рекрутер не пропустил, значит, он принял решение, нашел по сути в вашем резюме ключевые слова. Вот как HR-ы, которые не являются экспертами предметной области, мы разговариваем о предметной области, как бизнес-анализ или разработка, или тестирование, как они оценивают ваше резюме? Они оценивают его по ключевым словам. Есть слово бизнес-анализ, наверное, человек подходит на позицию бизнес-аналитика. И тонкой грани между бизнес-анализом и бизнес-аналитикой, например, да, HR, значит, может ее не уловить. Но, значит, слово бизнес и что-то похожее на анализ есть, значит, как бы берем. Следующий фильтр — это уже технический специалист, который смотрит на резюме. Я там проводил оценку, но не меньше тысячи резюме через меня прошло, примерно сотни собеседований я проводил. Понятно, если у вас большой поток резюме, то вы их только читаете по диагонали. То есть вы не всчитываетесь, не каждое слово анализируете, опять-таки какой-то фильтр стоит. Ну вот я здесь привел примеры фильтров, которые у меня в голове находятся. Как понять, что перед вами резюме аналитика? Вы смотрите, о чем человек занимался. Должность у него… Можно смотреть на название должностей, но под бизнес-аналитиком в рамках разных компаний понимается что-то свое. Ну вот первое. Если в резюме нет слова requirements, значит человек занимался чем-то, но, наверное, не тем, чем он будет заниматься у меня на проекте. То есть слово требование, несмотря на то, что оно выпало из модели BASM в обоке, но это ключевое. Мы работаем с требованиями. Они могут называться business needs, они могут называться solution requirements, transition requirements, functional, non-functional, но слово requirement должно присутствовать. Следующее. Базовые навыки аналитика. Если аналитик не умеет делать что-то из этого, это очень сильно пересекается с предыдущим докладом, elicitation, requirement management communication, specification and modeling. Это базовые навыки аналитика, которые ему нужны для того, чтобы работать в рамках dedicated team, фиксированного скоупа или time and material. Как бы мы не хотели уйти от requirement менеджера, но существенная часть нашей активности будет заключаться именно в управлении требованиями. И по жизненному циклу требований нам нужно будет проходить. В рамках подготовки резюме. Когда вы готовите резюме, не забудьте его прочесть перед тем, как выслать HR. Вы должны быть уверены в том, что на любой вопрос по этому резюме вам нужно будет ответить. Вот пример из моей практики. Человек присылает резюме. Я его читаю, вижу, есть знакомые слова, есть незнакомые слова. Но так как я человек нестеснительный, то я на собеседовании задаю вопросы. Говорю, вот CPM, это методология оценки активов. Говорю, а можете сказать, как расшифровывается эта аббревиатура? Кандидат говорит, ну, давно это было, точно не помню, что это такое. Ну, окей, хорошо. Пропущили. Говорю, вот у вас тут все в куче. SQL, XML, XQuery. Вот, XML дом и FixML. Можете рассказать, что это, о чем? Человек говорит, не помню. И сразу, значит, какое… Похоже, что или человек резюме не сам писал, или он, слабая память, не помнит, что, значит, чем он занимался. Еще из таких анекдотичных случаев, там, на втором слайде с представлением, там были перечислены мои сертификаты, то, что я работаю тренером в киевском отделении EBA, ну, есть такой свод знаний, бизнес-анализ, body of knowledge, бабок. Вот, если я вижу, значит, в резюме это ключевое слово, да, я сразу, значит, стойку делаю, как охотничья собака, и, значит, задаю вопрос, а что человек читал, значит, какие там есть области знаний, вот, и, значит, один раз напоролся на то, что человек говорит, ну, мне IHR сказал написать, вот, я, честно говоря, ни разу, значит, не читал, глаза не видел, вот, я говорю, ну, окей, хорошо, IHR вам сделал, значит, услугу, но, значит, сомнительного характера, да, вам нужно было услышать IHR и почитать потом, да, потом прийти. Вот, я был, значит, еще такой, прямо ножом по сердцу, человек написал не бабок, а бабук, double-o, да, bebook, а не bebook, вот, и, значит, тоже, значит, прямо я сильно расстроился по этому поводу, говорю, ну, как же так, значит, бабок, бабук, чувствуете, чувствуете разницу между O и U, да, вот, да, поэтому, что я хочу видеть в вашем резюме, я сказал, да, проходят сотни, да, у некоторых тысячи резюме, поэтому много времени на него уделить человек не сможет. Одна-две страницы достаточно для того, чтобы вы показали свои сильные стороны и показали свой опыт. На одной конференции я выступал с похожим докладом, значит, и мне одна из участниц, моя знакомая говорит, у меня опыта, не помню, она говорила, там, 7 лет, просто невозможно в две страницы впихнуть. Ну, я говорю, что вот ко мне приходили люди, там, и 20 лет опыта, и 25, и, значит, вполне на две страницы вмещались, и мы с ней провели такой эксперимент, она мне прислала свое резюме, да, на пяти страницах, и, значит, совместно его жали до полутора. Кстати, что, да, опять-таки, как я читаю резюме, как его можно ужать до полутора страниц. Дайте ссылку на профиль в LinkedIn, для того, чтобы и технические специалисты, и HR могли зайти и посмотреть, найти в том числе общие контакты. То есть для того, чтобы понять, что человек из себя представляет, оптимальный вариант побеседовать с тем, с кем он уже работал. Я захожу в профиль в LinkedIn, ищу общие контакты с соискателем, и могу к людям обратиться за рекомендацией. Второе. Я сличаю, что написано в профиле в LinkedIn, и что написано в резюме. Если у человека, значит, есть какие-то расхождения, если у него в резюме написано, что он по такой дате работал аналитиком, а в LinkedIn написано, что он в это время работал менеджером проекта, значит, у меня уже есть о чем с человеком поговорить в рамках собеседования. Ну, я говорю о том, насколько он тщательно подходит к подготовке своего резюме. Следующее. Навыки бизнес-аналитика. Желательно, чтобы в начале. Не информация о вашем образовании, возможно, даже не информация о вашем последнем проекте. Первое. Какие активности вы считаете ключевыми для себя? Чем вы хотите и что вы умеете делать в рамках проекта? На предыдущем слайде было. Elicitation, Requirement Management Communication. Возьмите название разделов из бобок, а ну-ка знайте, что они означают. Потому что, опять-таки, вас спросят, а что вы понимаете под Requirement Management and Communication. Следующие домены, в которых вы работали. Вот Ирине задавали вопрос. Мород ли аналитик работать без знаний в доменной области? Мне, как человеку, который проводит интервью, нужно знать, в каких доменах вы уже работали. Опять-таки, на разных проектах требования могут быть разные. В одной из компаний я работал, она работала с крупным инвестиционным банком. И, значит, я был элит-бизнес-аналитиком в рамках программы, у меня там целый набор проектов. На некоторые проекты людей без доменного опыта не брали. Это было требование заказчика. Если у человека нет опыта в проектах по инвестиционному банкингу, он не подходит. Если у человека в резюме этой информации нет, значит, я вижу, что нет смысла его звать. Если есть, я ему буду задавать типичные вопросы. Но, опять-таки, для некоторых вакансии это далеко не критично. Но это ваш актив, те домены, в которых вы работали. Это то, чем вы можете быть полезной компанией. Укажите это. Опыт в обратном хронологическом порядке. То, кем вы работали, на каких проектах работали 10 лет назад, даже 7 лет назад, особо не интересно. Интересует последние несколько лет. Именно по последним проектам дайте чуть больше информации. То, чем вы занимались 10 лет назад, 7 лет назад, дайте название позиции, компанию, где работали, и дополнительную информацию. Что вы раньше работали тестировщиком, писали тест-кейсы, разрабатывали тест-планы, а последние 5 лет работали аналитиком. Про опыт тестировщика можно ничего не писать. И последнее. Образование, сертификаты, курсы. Я здесь написал профильные. Недавно слушал доклад про эмоциональный интеллект. Может быть, смотрите зацепить человека, который проводит техническое интервью, тем, что вы увлекаетесь рыбалкой, и он только из Финляндии вернулся. Это позволит вам построить эмоциональный контакт. Но все-таки сделайте больше упор на чем-то профильном. Для того, чтобы показать, что вы развиваетесь как специалист. Тоже один из вопросов, который любят задавать на собеседованиях, какую последнюю книгу вы читали? В художественную и в своей области. К этому вопросу нужно быть готовым. Выбрать какую-то книгу, желательно из последних, хотя бы по содержанию пройтись и умеете ответить на вопрос. Потому что, опять-таки, скажете, что читали тот же Бобок или бизнес-анализ с Practitioner Guide от PMI. Вас спросят, а какие там главы? А что вам больше понравилось? Вы говорите, ну, обложка красиво оформлена. Дальше я не пошел. Ну, вот старайтесь к этому тоже подготовиться. Окей, да, резюме подготовили, прочитали, поняли, что там написано, отправили HR-у, ну, а теперь готовимся к техническому интервью. Да, уже там вам сказали, приходите, возможно, дату назначили. Что от вас требуется? Перечитать свое резюме, еще раз обновить в памяти, что означают все аббревиатуры, которые в нем приведены, а что это были за проекты, то есть все это в памяти восстановить. Следующее. Прочитать описание вакансии. В описании вакансии очень часто есть те вопросы, которые вам будут задавать. Вы должны понимать, на какой проект вы идете и что эта позиция предполагает. Уточнить формат и длительность интервью. Вот сколько длится интервью обычно техническое? Час. Ну, вот последние три года я провожу интервью, оно длится у меня час. До этого у меня был формат такой. Сначала 40 минут разговора, потом практика. Практика занимала 2-3 часа. То есть человек должен был к нам прийти и уделить нам 4 часа своего времени. Если он об этом не спрашивал, то для него это потом был сюрприз. Что касается формата, тоже одна из личных историй. Меня спрашивают, вы на собеседование в офис придете или по скайпу будете из дома говорить? Я говорю, я люблю личное общение, поэтому я приду к вам в офис. Окей, без проблем, прихожу в офис, меня заводят в кабинет, садят перед ноутбуком и говорят, ну вот тут скайп, собеседующий сидит в другом городе. Окей, да, вроде как парсил личное общение, но получилось все равно удаленное. Так говорю, ну вот если вы мне предупредили, я бы спокойно сидел дома, значит, не было бы этих проблем. Следующего пытаться узнать тему, по которым вас будут спрашивать. Многие почему-то боятся это озвучить. Я достаточно давно пришел к тому, что имеет смысл кандидату заранее выслать те темы, о которых мы будем говорить. Да вот, тут вопросы в предметной области, вопросы в бизнес-анализу. Что именно я буду спрашивать? Не нужно, вот здесь призыв к тем, кто проводит собеседование, не бойтесь озвучить ваши вопросы. Если человек никогда не работал в инвестиционном банкинге, но он за неделю способен прочитать и ответить на ключевые вопросы, это человек, который способен быстро обучаться. Возможно, он нам подойдет. Ну и последнее. Попытайтесь узнать, кто будет проводить собеседование. Это тоже рекомендация моих знакомых. Я никогда не пытался узнать, кто будет проводить собеседование, но, опять-таки, возможно, это вам даст дополнительную информацию. Сможете больше узнать об этом человеке тоже, опять-таки, через общие контакты, посмотреть, в каких проектах он работал, то есть такое взаимное изучение идет. Так, про эту best practice мы поговорили. Тестовое задание. Тестовое задание могут давать до, после или во время интервью. Это нужно уточнить. Ну и тут вопрос. Очень часто тестовое задание — это проверка мотивации. Насколько кандидат заинтересован в этой вакансии. Здесь нужно тем, кто эти тестовые издания готовит, нужно не переборщить. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что рекрутер несколько месяцев вам пишет, просит, давайте, придите к нам, у нас такая хорошая вакансия, такая хорошая компания. Вы говорите, да, я согласен. Ну, через месяц. Он говорит, ну окей, но для начала тестовое задание. Оп, значит, как-то такой легкий диссонанс. Сначала меня уговаривали, а теперь мне говорят, давай поработай перед тем, как ты к нам придешь. То есть, если вы все-таки согласились тестовое задание делать, очень важно понять, а что мы хотим на выходе получить. Уточнить, в каком формате от вас ждут получения результата. Например, вам говорят, смоделируйте предметную область. Вы имеете полное право спросить, а что вы хотите. Текстовое описание, диаграмму классов, EAR-диаграмму, там, data flow-диаграмму или еще что-то. Уточните. Это позволит вам лучше соответствовать ожиданиям, которые к вам предъявляются. Ну и уточнить контекст. Потому что у человека, который ставит задачу, в голове уже есть там и правильный ответ, и какая-то дополнительная информация. Вам ее нужно из него выудить. То есть, показать свой навык выявления требований. Licitation, requirements, gathering. Стандартная структура интервью. Сначала идет ледокол. У вас говорят, как доехали, как здоровье. И так постепенно вводят в курс дела. Здесь я рассказываю о том, как я, по сути, провожу собеседование. Потом структура интервью. О чем будем говорить? Какой последовательности? Что ожидать кандидату? Это такое продолжение ледокола. Он понимает, что будет. И человек постепенно успокаивается. Рассказываю, как мы работаем, кого ищем. И здесь вы можете получить дополнительную информацию для себя. А на что нужно сделать больше упор в рассказе о себе? Потом рассказ о себе, кейсы, практика и последний блок вашей вопросы. Когда я рассказываю о том, как мы работаем, кого ищем, я озвучиваю вам то, что я хочу услышать от вас. Я говорю, мы требования пишем в формате user story плюс acceptance criteria. Все, у вас уже должна сработать. Когда будете рассказывать о себе, скажите о том, что вот вы тоже этой техникой знакомы. Мы работаем в финансовом домене. Вы говорите, ну вот я работал, мы работаем с казначейством инвестиционного банка. Вы говорите, да, я работал в инвестиционном банке, но там с фронт-эндом в какой-то другой части. Уже я услышу, что вы где-то рядом. Ну, в том числе, я говорю, какая методология, какая у нас команда, как собираем требования, специфицируем. Вы все это должны воспринимать, потому что здесь я говорю, а что вам придется у нас делать. Вы потом должны это соизмерить со своими возможностями, знаниями и умениями. Что нужно быть готовым рассказать, да, значит, как отче наш, это, как вы понимаете, роль бизнес-аналитика. О ваших проектах рассказать, не нарушая индей, да, с кем работали, как работали, какая была команда, насколько она соответствует потребностям текущего проекта. Ну, и стандартный вопрос про самый большой успех и провал. При этом, значит, опять-таки, когда говорим про свои недостатки и преимущества, недостатки должны быть такими, что они, значит, плавно переходят в ваши преимущества. Например, вы говорите, я очень дотошный, да, я внимателен к деталям, это мой недостаток, да, или я работаю на результаты, а не на процесс, поэтому, значит, вот это считаю своим недостатком. Следующая, типизация вопросов. Да, ну, вот стандартные три категории. Вопросы по бизнес-анализу, инженерии и требований, доменная область и знания, например, технические, но очень часто требуется знание в области SQL. Вопросы. Есть стандартные вопросы, которые немножко набили оскомину, а какие вы знаете типы требования, как вы требования приоритизируете, как вы требования специфицируете, декомпозируете. Эти вопросы, в том числе, могут быть обернуты в кейсы. То есть вам приводится конкретная ситуация. Например, заказчик сказал, что в спринт нужно включить 7 фич, а команда говорит, что мы можем сделать только 4. Что вы будете делать? Вопрос о чем? О приоритизации. Или заказчик говорит, хочу 7 фич, команда говорит, можем сделать только 4, а заказчик говорит, нет, не все 7 фич нужны. Вопрос на декомпозицию и негашейшин скил. Вот эти стандартные вопросы хорошие интервьюеры не дают в лоб. Какие способы приоритизации вы знаете, они их обращивают в кейсы, и ваша задача их трансформировать из кейса в стандартные вопросы. Снова резюме. Вот пример из резюме. Это джуниор. Резюме джуниора. Значит, здесь все в одну строку. Системный бизнес-анализ, специфицирование и моделирование требований. Что происходит в голове у человека, который проводит интервью? У него раз, и список вопросов всплыл. Написал СРС. Какая структура этого документа? Юзкейс и юзерстория. Чем они отличаются? Какая есть зависимость от методологии? Применяли ли их совместно? Вот ваше резюме трактуется с собеседующим. Он сразу читает, и вопрос у него пошли, пошли, пошли. Если вы это писали, значит, так, не совсем понимая, чем отличается юзкейс от юзерстория, просто видели, что часто такие словосочетания встречаются, и не понимаете, в чем сильная сторона одно-второго, то впечатление может быть несколько смазано. Кейсы, ну, типа каких-то практик в рамках самого интервью. Стандартный подход, то же самое, что аналитик делает в рамках реального проекта. Подумать, уточнить постановку, озвучить несколько вариантов решений, потому что у человека, который проводит интервью, у него в голове есть то решение, которое он считает правильным. Вам нужно его, по сути, угадать, чтобы он попал в этот перечень. И получить обратную связь. Попал, не попал, в какую сторону нужно уточнить, развить решение для того, чтобы озвучить желаемый ответ. Вот пример, то, что я раньше использовал на интервью. Холодильник, который сам заказывает продукты. По-моему, есть такой холодильник. Не уверен, что это из-за моей практики он появился, но, значит, тем не менее присутствует. Ну и выявить бизнес-функциональные требования. Вот я заказчик, говорите со мной, попытайтесь понять, что мне на самом деле нужно. Поймите мой бизнес-ниц, а потом трансформируйте его в требования к решению. Распишите функциональную структуру, постройте высокоуровневую архитектуру приложения. Вот это то, что от вас могут попросить в рамках рассмотрения кейса. Ну и развитие в рамках этого кейса от вас могут попросить написать use case или user story, особенно если вы декларировали, что вы их знаете. То есть пример. Покажите, как вы это делали или как вы это можете делать. Нарисовать UML-диаграмму, диаграмму бизнес-процесса. Вот здесь жирным выделено эссе, тоже из личной практики. В рамках одной организации взяли аналитика на работу. Оказывается, он свои мысли в устной форме излагать может, общаться может, в письменной форме не дается им. Не может человек писать документы. Мы ввели эссе для того, чтобы понять, а как человек может связанно излагать свои мысли в письменной форме. Там эссе, ну, там полстранички страничка, тема, как правило, такая, значит, не domain-специфик, например, там раскрыть его, там, SDLC, который вам больше нравится. Просто посмотреть, как человек излагает свои мысли. В рамках завершения. Простите развернутый фидбэк. Если интервьюер уверен в себе, не боится человеку дать обратную связь, а, как правило, так и происходит, вам сразу озвучат, подходите, не подходите, или от чего это может зависеть. Вам скажут, какие ваши слабые стороны, какие ваши сильные стороны, что вам нужно прокачать, или почему вы не подходите конкретно для этого проекта. Приходит человек, выходит, говорит, вроде на все вопросы ответил, на большинство вопросов ответил, а мне сказали, что я не подхожу. Почему не понимаю? Наверное, здесь, значит, какие-то люди сидят не те. А причина, например, может быть в том, что у человека нет, он как аналитик хороший, но нет специфических доменных знаний. Вот пример, который я приводил. То есть нет, поэтому он не подходит для данной вакансии. А для другой вакансии, которая у меня откроется там через неделю или через месяц, он подойдет. Так я человеку об этом сразу говорю. Но вы можете об этом непосредственно попросить. Если чувствуете, что не прошли, узнайте, что вам нужно развить, почему для этой вакансии не подходите. Ну и остальные вопросы вспомогательные. Если вы чувствуете, что прошли, можете спросить, а где команда находится, сколько в ней человек, сколько аналитиков, график работы и так далее. Но помните, что у вас, скорее всего, будет еще встреча с менеджером, но и, как минимум, вопрос зарплаты не имеет смысла обсуждать с техническим специалистом. Все. Спасибо. Это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо. Перед тем, как вы будете задавать вопросы, доклад этот, да, очень субъективный. Я рассказывал о том, как я провожу собеседование. Если вы приедете в другую организацию или приедете в организацию, где я работаю, вас будет собеседовать другой специалист, да, я вам не гарантирую 100%, что вас опросят по этому плану. Все. Спасибо, Денис. Поднимаем руки у кого-то вопросы. Сергей Марцинюк. Денис, у меня такой вопрос. Вот вы сейчас, ну, может быть, он не очень в тему доклада, но очень хочется узнать ваше мнение. Вот вы сейчас говорили про бизнес-аналитика. Вот скажите, пожалуйста, если сравнивать, ну, условно скажем, IT-бизнес-аналитика и просто бизнес-аналитика, это очень похожие люди по составу знаний, выполняемых работ, или это немножко разные люди? Здесь у меня встречный вопрос, а вот просто бизнес-аналитика-то кто? Смотрите, давайте, человек, который занимается оптимизацией бизнес-процессов, например, в компании, да? Ну, например, человек, который работает бизнес-аналитиком в девелоперской компании. Он делает концепции объектов недвижимости. Ну, например. Смотрите, я скажу так, что, скорее всего, сеньор, возьмем, там, бизнес-аналитик не в IT, и он сеньор. Он не подойдет под вакансию сеньор бизнес-аналитика в IT. Да, но он подойдет на вакансию там, там, джуниора или стронг-джуниора. У него есть какой-то скиллсет, который ему понадобится в рамках айтишных проектов. Но ему нужен проект, на котором он сможет осуществить переход, трансформацию от бизнес-аналитика вне IT в бизнес-аналитика IT. Но все-таки у них скиллсеты пересекаются, но мгновенного перехода не произойдет. Человеку нужно найти проект такой пробный, на котором он сможет перейти. То есть все-таки различия значительные. Пересечения есть, но все-таки, да, они и там, и там занимаются выявлением требований, согласованием скупа. Ну, вот все своды знаний, которые есть по бизнес-анализу, они сейчас стремятся к тому, чтобы охватить всех бизнес-аналитиков. Не только айтишных, да, а и занимающихся трансформацией бизнес-процессов, в проектах, которые не связаны с построением IT-решений. У них пересечения есть, да, но мгновенного перехода не произойдет. Нужен какой-то пробный период. Вы считаете, что предметная область, она важнее, чем какие-то навыки, кстати, здесь это не просто предметная область, это надпредметная область. Предметная область – это финансы, медицина, путешествия, да, разработка IT-решений в этих доменах. Вы говорите о типе деятельности, да, который над этим, да, есть бизнес-аналитик в IT, разработки IT-решений, есть бизнес-аналитик, который вне IT, да, занимается оптимизацией бизнес-процесса. Да, у них есть пересечения, но это не взаимозаменяемые люди. Вопрос будет по составлению резюме. Если в опыте много мелких проектов, например, там, discovery-фазы, да, которые обычно там, ну, по месяцу длятся, имеет ли смысл как-то их… Объединить. Объединить, систематизировать, да. Вы говорите, что вот на протяжении такого-то периода вы занимались discovery-фазами, и в каждой discovery-фазе есть стандартные шаги, да, можете их перечислить, но не нужно, значит, указывать 10-20 различных discovery-фаз. Опять-таки, если они проходили в разных доменах, да, вначале укажите домены, по которым вы специализировались. Даже вот требования eBay при оформлении application form, проекты, которые выполнялись в рамках полугода-года, если их там было много, объединить их в один. Да, или выделите один ключевой, остальные там были на фоне, ну, про них одной строкой. И в плане, допустим, дат, ну, вот если там какой-то месяц я занималась discovery, потом я была ongoing какой-нибудь там requirements manager, потом опять discovery, то есть можно просто период указать, да, что там у меня… Да, укажите период, смотрите, опять-таки, да, никто не будет там вчитываться, да, особенно если там по месяцу, да, там discovery-фаза, потом проект на 3 месяца, потом снова discovery-фаза, все это дайте одним куском. Вы работали в одной компании, скорее всего, типы активности в рамках этих discovery-фаз были одинаковые, да, поэтому объединить их в один не нужно мельчить. Не нужно там много пунктов, это вызывает ряб в глазах. Спасибо. Спасибо, очень интересный доклад, и главное, что легко и доступно изложено. Вопрос с точки зрения технического интервьюера больше. Как часто приходится менять тестовые задания, которые выдаются до интервью? Кстати, у меня такая проблема, как-то получается, что мои тестовые задания расползаются по другим интервьюерам, и мне потом звонят люди, иначе говорят, а вот не подскажешь, как правильно ответить? Ну, задавали такой вопрос, не знаю, правильно ответил или нет, озвучивают мне этот кейс, я говорю, так это же мой вопрос, я его придумал, значит, пять лет назад. Ну, приходится придумывать новые, конечно. Но, кстати, тоже в рамках собеседования я говорю, если вы знаете там этот вопрос или эту задачу вам уже где-то, значит, задавали, сразу скажите, значит, чтобы мы, я вам другую задачу придумаю. Да, приходится время от времени расширять свой, значит, перечень вопросов, в том числе сам иногда хожу на собеседование в качестве соискателя, и, значит, хорошие вопросы коллекционирую. Денис, у меня будет два вопроса. Первый, вот в течение 15 минут вы понимаете, что кандидат вам не подходит. Как вы себя ведете? Прерываете интервью и говорите ему об этом, либо стараетесь как бы сгладить ситуацию и доводите все-таки интервью до конца, вот час, да? Окей. И второй вопрос. Если кандидат начинает с вами спорить, ну, я скажу, там, он неправ, да, и начинает с вами спорить, доказывая свою правоту. Как вы себя ведете в данном случае? Окей. Смотрите, первое. Я вначале говорил, что собеседование – это взаимная продажа компании и соискателя. Если я вижу, что человек не подходит, да, у меня есть санитарный минимум, минимум полчаса на человека, значит, нужно, если он совсем не подходит, все равно минимум полчаса с ним побеседовать. Потому что человек ехал к нам, да, особенно если собеседование личное. Второе. Я не стесняюсь сказать человеку, что вы не подойдете нам на эту вакансию, но мы можем продолжить разговор, вы задаете мне вопросы, да, глядишь, значит, в следующий раз вы будете подходить под мою вакансию. То есть я, первое, я человеку даю честный фидбэк, второе, я ценю не только свое время, но и время соискателя. Поэтому минимум там 30-40 минут я человеку уделю, просто для того, чтобы его не обидеть. Второе. Если кандидат со мной начинает спорить, я себе делаю птичку, она начинает спорить, второе, ну как, я, значит, просто говорю, ну окей, все, я понял вашу точку зрения, идем дальше. Ну то есть, кстати, у меня не стоит задача, ну, в рамках собеседования не стоит задача человеку, значит, донести до него свою точку зрения, точку зрения, которую я считаю правильной. Человек высказал свое мнение, я озвучил свой вариант, он с ним не согласен, я говорю, окей, я понял, значит, у вас может быть свое мнение, идем дальше, все, я, значит, время нужно экономить, и мое, и кандидат. Если человек хочет поспорить, я говорю, значит, можем в режиме оффлайн потом, значит, обсудить, вы мне письмо напишите, я вам отвечу. Окей, таким образом. Еще вопросы есть? Денис, спасибо за доклад. Да, есть такой короткий вопрос. Есть ли принципиальная разница между процессом рекрутинга в украинскую компанию и зарубежную компанию? Возможно, у вас есть такой опыт. Еще раз, процесс, если в нашу компанию, в зарубежную? Да, да. В рамках технической интервью. Процесс, да, возможно, сам. Я, значит, собеседовался в зарубежной компании, я не почувствовал значительной разницы. В принципе, перечень вопросов примерно один и тот же. То есть разница… Да, единственный еще аспект. Во многих украинских компаниях сейчас вводится такой этап, как языковой прескрин. Если вы идете работать на аутсорс, с зарубежным заказчиком, либо в рамках технического интервью у вас будет полчаса общения на английском языке, дадут эти вопросы, ваш опыт, последние проекты, либо в некоторых компаниях экономят время технических специалистов, с вами, грубо говоря, учитель английского языка проведет 10-15-минутную беседу, проверит, насколько грамотно вы говорите и, возможно, на этом этапе вас могут отсеять. Или наоборот скажет, человек суперанглийский, значит, давайте его дальше пропихнем. Но, в принципе, процедура найма на работу, как мне кажется, та же самая воронка продаж. Рекрутер, технический специалист, менеджер, возможно, линейный руководитель или заказчик. Спасибо. Спасибо Денису. У нас не осталось времени на вопросы. Все, вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...